Мы приступаем к конкурсу импровизации. Сейчас на экране появится табло из девяти ячейок, за каждой из которых закреплена определенная ситуация. Каждый из участников по очереди будет выбирать ячейку, и ведущие ситуацию будут озвучивать, она также будет показана вам. Задача каждого участника — разыграть данную ситуацию с одним из ведущих. Оценивается раскрепощенность участника, его жестикуляция, правильность встречи и умение держаться на сцене. Конкурс оценивается членами жюри по 10-баттной шкале. После того, как один из участников выступил, слово переходит в следующее. Каждый упровизирует только один раз. И мы начинаем с участников под номером один. Алексей. Алексей, выбирай ячейку. Ячейка номер два. Ячейка номер два. Сосед по горности заступал, как ты ешь его еду. Что это такое? Что ты здесь делаешь? Я? Да, ты. Я ем мою еду. Что тебе непонятного здесь? Зачем ты это делаешь? Я готовил ее три года. А я голодный три года. Почему? Потому что я бедный. Что с тобой ты вспотел? Конечно, я же бедный. Неужели все бедные потеют? Конечно. Ой, кажется, я тоже бедный. Ну что ж, Сосед по горности заступал, как ты будешь обиденьшить вместе? Знаешь, я привык потеть в одиночку. Тогда и я пойду попотею в одиночку. Аплодисменты, я обиденьшаюсь с вами. Ну что ж, Степан, какую ячейку выберешь ты? Я думаю, это будет ячейка номер семь. Ячейка номер семь. Вы продавец-консультант в отделе косметики и парфюмерии. Покупатель зададок будет вас вопросами, которые жизнь вас и готовила. Здравствуйте. Значит так, смотрите, тут есть два крема для лица. Первая с вытяжкой из усов кита, а вторая с ромашкой и вот с кактусом. Одна сделала кожу гладкой, а другой ее выровняет. Что делать? Кто выровняет? Я думаю, сначала надо сделать кожу гладкой, потом ее выровнять. А если наоборот, это не очень герна для организма? Нет, ни в коем случае. Почему? Потому что нет ничего хуже, чем гладкая выровненная кожа. То есть выровненная гладкая это нормально? Да. Фух, слава богу. Скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос. У меня тут тушь, одна значит верный, веерный объем, а другая объем, как у крыльев ангела. Я не знаю, что большим мужчинам нравится, но, пожалуйста, скажите. Скажите, верный или объем крыльев ангела? Я готов вам предложить, вот тут новая тушь появилась, бровки, как дверцы ламборджини. Вы хотите, чтобы я пробовала подкрыть 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 подкрытие? Это просто дрэк! Спасибо большое! Спасибо. А вот переходим к участникам подкрыть подкрытие. Ой, Никита, уже с микрофоном. Какой ты это выбираешь? А, давай номер пять. Вау-ху! Спасибо. Ты увидел, как вычискивают твоей девушке на стенку музыку ВКонтакте? Ты попал, братан, давай! Вот так вот. Ну и что это такое, Паша? А что это такое? Что это за песенки? Что это за тири-тири проливали? Я не понимаю. Скажи спасибо, что мне еще картинки на стенку не скидывали. Еще, по-моему, тебе картинки скидывал, да? А как это «Мы с тобою рядом» Это наша песенка, помнишь? Помню! Ты ее забыл. Когда ты ее пел в последний раз? Вчера. Вдуши. Ты ее не слышала. Вот именно! И вообще, я тебя уже давно прошу, чтобы ты мне вот эти стикеры подарил. Тебя жалко для меня, да? Ну, понимаешь, эти голоса, я их еле-еле заработал. Сори. Ты мне дороже мне меня, чем голоса, эти котики, они мои. Прости. То есть ты мне не подаришь этих котиков? Нет. Ну, по-моему, картиночку мне одну смешную скинь. Я тебе китал себя в голову. Я знаю! не расстраиваюсь. Я вообще плачу, без забота просмотру себя в зеркал. Не расстраиваюсь. Спасибо. 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 Смертные люди. Ну, что ж, Влад... Влад, какую ячейку хочешь выбрать ты? Я думаю, я в ближайшую игра. Я думаю, я в ближайшую игра. А теперь? Восьмую. Ну, ячейка номер осень. Вы давно встречаетесь с девушкой, и пришло время познакомиться с ее отцом. Ну, привет. Что ты хочешь от моей девочки? Что я хотел, я уже все получил. Ну, что же интересное у тебя от нее получил, каландный парень? Рубай сердце. Как ты... А ты, а ты о чем подумал, что? Еще о Тефлу, что это должно быть? Что? Стоп, подожди, я первый взгляд не на меня. Вообще-то ты хочешь взять в жены мою дочь. Ты понимаешь, насколько это ответственно? Что ты сделаешь ради нее? А что, надо? Подожди, сколько надо у меня тут? Ну, немножко. Нет, 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 моя девочка не продается у меня в квартире, ни в коем случае. Хорошо, она подъедет там в гараже. Что ты говоришь? Я вообще не говорю. Стоп, 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 стоп. Значит, ты сейчас очень сильно попал, я даю тебе последний шанс. Скажи, пожалуйста, чем ты увлекаешься? Может быть, ты лучше спросишь, чем меня лучше расстрелять? Ну, там, винтовка М4, в принципе, скорость пули там 1-2 метра в секунду, 30 патронов, возможно, увеличение до 60, я думаю, это хороший вариант. Служил? Под лап? Пойдет? Как скажешь. Амлодисменты нашему участнику. А вы переходите к участнику под номером 5. Константин, какую ячейку убираешь ты? Первую. На вокзале незнакомец попросил присмотреть за его багажом. Вы отвлеклись, и в это время его сумку украли. И вот парень возвращается. Так, я не понял. Где? Там. Где-где? Там. То есть, ты хочешь говорить слова там-там, и так ты пытаешься объяснить, где мои сумки, да? Нет, я хочу их спеть. Ты что, певец? Ты занимаешься пеньем? Нет, я занимаюсь присмотром сумок. Хочу тебя огорчить, ты очень плохо занимаешься своей работой. Что ты сделаешь для того, чтобы подняться по карьерной лестнице? Я. Верну тебе сумку. Другую. Хочешь, куплю. Нет, меня интересует только моя. В ней были особые носки особого пошива. Как ты их будешь мне их возвращать? Они есть только у моей мамы. Возьми мои, я тебе своё там. Хорошо? Не надо, пожалуйста. Я думаю, что я справлюсь и без носков. Но, пожалуйста, скажи мне ещё одну вещь. Я оставил тебе сумку. И, знаешь, интересует только один вопрос. Кто её украл? Кто посмел? Это... Это был мой папа. Ты сдался своего отца? Почему? Крёстник. Всё, отпустили. Знаешь, я думал отпустить тебя, но напоследок спрошусь ещё одну вещь. Ты любишь свою жену? Самый гостарящий в ответ. Аплодисменты Константину. Какой он? Четыре! Четыре! Давайте четыре. Два! Ну, четыре. Незнакомая девушка поскользнулась. Мы подхватили её. Неожиданно вернулся парень и стал только свидетелем заключительной сцены объятий. Ты почему трогаешь мою девушку? Ну, гравитация, она такая. Я её не люблю. Ты что, физик? Почти. А, я понял. Ты утишься в мете, ладно? Скажи мне, пожалуйста, ты трогаешь мою девушку. Ты считаешь, это нормально? Ну, все люди другу касаются. Это нормально. То есть, я взял, подошел, тебя обнял, его обнял, его обнял, подошел сюда, его обнял. Но, это скучно. Мне лучше вот так. Взял. Я не хотела тебя спросить по поводу того, кого ты больше любишь. Обнимай, ты сразу ответил на этот вопрос. Ответь, пожалуйста, ещё на один вопрос. Я вот так смотрю на неё и понимаю, что вот есть её в лотаре и это искрит к тебе. На что ты готов ради неё? Сложный вопрос, но давай подумаем. Давайте, вместе. Смотри. Так. Приготовить завтрак. Банально, нет. Хорошо. Давай подумаем дальше. Пригласи на свидание. Это сразу опровергается. У неё есть ты. Идём дальше. Тебе подоказано. А кто же это аксиома? Знаете, молодой человек, пора включить оригинальность. Я не она, он так просто своей девушкой, буду с неё бороться. Придёшь, на спецу со мной? Придёшь? Конечно, кромитация тебя победит. Кромитация сама ничего не сделает. Я сильный. Дай. Нет, пожалуйста, нет. Этот участник определённый победил, у меня аплодисменты ему. Аблодисменты последний участник, Валера. Какой номер выбираешь ты? Шесть. Валера лучший! Спасибо! Ты приехал на программу «Боле чудес» и забыл подарок. Пытаешься не ударить грязь лицом. Ну, молодой человек, крутите барабан. И сразу же вопрос. Вы принесли мне закатки? Да. Где они? Там. Где? Там-там. По-моему, мы знакомы с одним из наших предыдущих участников программы «Боле чудес». Скажите, пожалуйста, вы пришли на мою передачу без подарка? Это неуважительно. Как вы собираетесь вообще здесь играть? Почему же без подарка? Я с подарком. И где он? Нет, нет, нет. Такие подарки меня не интересуют. Мы на телевидении не все такие, понимаешь? Для меня главное душа. Ты готов подарить мне душу. Что ты? Зачем мне не нужна твоя рука? Ты приезжаешь на программу «Боле чудес». Где нужны? Да, Люцифер. К сожалению, нет. Это было прекрасно. А что ты любишь? А? Да. А за что ты выльешь? Почему? Просто. Очень красноречиво. Знаешь, мне нравится мне и тебя на моей передаче. Просто. Ну что ж, как вы думаете, ты выиграешь эту передачу? Назовите все слово целиком или по боку? А о чем это? А знаешь, я уже и сам не знаю, поскольку ты очень хорошо провела такого супровизации. Аплодисменты, Валерия! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...